Добрый день, уважаемые слушатели! Добрый день! В эфире Финам-ФМ «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Ну что ж, тема сегодняшней программы. Прежде всего, давайте я сделаю акцент на этом. Тема сегодняшнего эфира – «Как России конкурировать за инвестиционные деньги на мировом рынке». Ну, ключевым, наверное, здесь можно выделить фразу «инвестиционные деньги», которых не хватает сейчас по всем параметрам. Вот об этом, собственно, мы сегодня поговорим. И я представляю моих гостей. Сегодня в студии «Сухого остатка» Артур Долгополов, эксперт экономической экспертной группы. Добрый день, Артур. Добрый день. И в студии «Сухого остатка» Михаил Хромов, ведущий эксперт Центра структурных исследований Института экономической политики имени Гайдара. Добрый день, Михаил. Здравствуйте. Ну что ж, приготовления особых больше делать не будем. Давайте сразу начнем нашу беседу. Если, позвольте, издалека. Вот инвестиционные деньги. В чем я хочу подчеркнуть, помимо того, что в этой студии профессионалы, которые прекрасно знают ответ на вопрос, да, что есть инвестиция, да, каковы ее там классические задачи. Вот. Я хотел бы еще подчеркнуть, что наши слушатели, помимо профессионалов рынка непосредственно, и людей, которые тоже не понаслышке знают, да, что такое инвестиция, наши слушатели – это еще и рядовые россияне, которые прислушиваются иногда, да, забавно бывает, что они слушают эфир, не понимая ничего, но, в принципе, мы приходим к каким-то одним и тем же, так сказать, результатам. Потому что, что бы ни происходило, вы уж это знаете наверняка, что бы ни происходило в российском ли, в российских же фондовых площадках, на мировых, глобальных, далеких, непонятных, в конечном итоге это касается каждого. В конечном, там, опосредованно или непосредственно. И поэтому, если возможно, давайте сформулируем вот для широкой аудитории вот это понятие. А что такое инвестиционные деньги, за которые, как мы сегодня заявляем в начале программы России, надо бы побороться, да, надо бы конкурировать, Артур? Ну, смотрите, во-первых, с такой очень простой точки зрения можно просто смотреть на платежный баланс. Почему это актуально? Потому что как раз два дня назад, правильно, 3-го числа, вышли данные Минфина за последние полгода. Как раз платежный баланс в традиционном нормальном представлении. И там есть движение потоков капитала, приток и отток, чисто технические параметры, но, тем не менее, традиционно принято по ним как раз мерить приток и отток денег в страну. То есть это и есть инвестиционные деньги некие? Очень грубо и технически говоря, так как это делают экономисты, когда им нужно посчитать ввоз и вывоз капитала. Формально ничего плохого в вывозе капитала с точки зрения чистого оттока технически нет, потому что это на самом деле просто инвестиции за рубеж. Особенно учитывая структуру нашего капитала, который большей частью уходит либо, ну или уходил в Кипр, на Абергинские острова или на Бермуды. То есть часть, которая непосредственно является инвестициями, она где-то, ну, чуть менее 50% оттуда. А остальная часть это? Это то, что Юнктат называет кольцом. То есть это деньги, которые уходят туда и потом возвращаются обратно к нам. Точнее даже одновременно, просто разные потоки. Это, по сути, инвестиции российского же бизнеса в себя же. То есть это не совсем иностранные и не совсем инвестиции. Но это не то, что принято, по крайней мере, опять в средствах массовой информации, да, кричать по поводу бегства капитала, то, что вот у нас уходят деньги из России, вместо того, чтобы сюда в Россию двигать нашу экономику. Тут есть один нюанс. Мы, экономисты, любим делить бегство капитала и отток капитала. Бегство капитала – это действительно плохо. Это когда капитал просто бежит на другие рынки. В платежном балансе, как ни странно, он отображается не по шкале вывоз капитала, а в шкале ошибки и пропуски. По крайней мере, так принято считать. Там, в самом низу, есть шкала ошибки и пропуски и еще одна шкала сомнительной операции. И у нас в сумме они довольно большие. Это нехорошо. Нехорошо. И вот в этом смысле мы можем говорить о бегстве капитала, да? В этом смысле, да. Это, по крайней мере, такой традиционный прокси для измерения этого показателя. Хорошо. Ну и, Миша, я правильно понимаю, что отток капитала – это не так плохо. Или, как минимум, как Артур говорит, это технический момент. Но, тем не менее, с оттоком капитала мы связываем, или, может быть, тогда правильно будет называть с бегством капитала, мы связываем последние события на российском фондовом рынке, когда иностранные инвесторы уходят, 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 оставляя, так сказать, своих коллег российских абсолютно без поддержки глобальной. Мы видим, там падает ликвидность, мы видим, там уменьшаются объемы существенно. Я бы уточнил, на самом деле, то, что вот совершенно верно мой коллега отметил, бегство капитала – это, с одной стороны, больше операции российских резидентов, скажем так, да? Во-вторых, это то, что Центральный банк, когда составляет платежный баланс, не может отнести к тому или иному, к той или иной категории операций. Поэтому то, что мы говорим про бегство или уход иностранных инвесторов с российского рынка, они явно отражены в платежном балансе как сокращение прямых или портфельных инвестиций в российский банковский или небанковский сектор, соответственно. Но здесь я хочу отметить, что величина именно рыночных операций, там есть еще ряд показателей, например, по структуре, по величине притоков в деньги, в те фонды, которые инвестируют в разные развивающиеся рынки, в том числе Россию, показатели, которые еженедельно отслеживаются. По нему действительно там был в первом квартале отток порядка миллиарда долларов, во втором квартале был тот отток, тот приток, где-то баланс. Но это показатели, они как бы узкие, узкие операции именно на финансовом рынке. В широком плане, если мы возьмем все операции и наших российских резидентов по инвестициям за рубеж, и каких-то иностранных контрагентов, которые инвестируют к нам, там операции, в принципе, гораздо больше по объему. Так, например, за два квартала, за полугодие, чистый отток, то, о чем говорил Артур, он порядка 40 миллиардов долларов, то есть 38, это то, что называется чистые операции с капиталом по негосударственному сектору. То есть суммарно наши компании инвестировали за рубеж на 40 миллиардов больше, на 38, чем в наши, в российские компании инвестировали за рубеж. При этом, да, существует проблема офшоров, которая справедливо тоже была отмечена, и там действительно очень близко показатели к балансовому краевнству. Вот когда было в марте все эти дела с Кипром, я там просто смотрел на статистику по этим данным, вот с тем же самым Кипром у нас порядка 120 миллиардов, или 130, точно не помню, инвестировано туда, и приблизительно, и почти столько же, там, разницы в 5 миллиардов инвестировано из Кипра в Россию обратно. То есть фактически это просто некий террасчетный центр, да, по прокачке, скажем там, или по обезличиванию потоков денежных. Да, потому что бирку вешают не российские деньги, а уже зарубежные. Вот, и если вернуться опять-таки к платежному балансу, да, то во многом ситуация хронического оттока, в которой мы находимся последние несколько лет, ну, с кризиса 2008 года, она связана с тем, что Россия имеет очень достаточно мощный активный сальдо под текущими операциями. То есть у нас крупный нефтегазовый экспорт, который большой по объему в связи с тем, что высоким уровнем цен на нефть. И поэтому эти доходы, они автоматически являются валютными активами. То есть как только все мы продали нефть, мы получили какой-то зарубежный актив, то есть там счет в иностранном банке у экспортера, и это автоматически по статистическому учету считается как отток капитала. Дальше мы можем потратить его на импорт, мы можем его как-то вернуть обратно. В Россию, да, конвертировать в рубли, что-то. Да, но если мы будем смотреть на проблему с макроэкономической точки зрения, то даже когда мы в 2007-2006 годах имели приток капитала в него государственный сектор, у нас очень сильно росли активы Центробанка. То есть взять валовую суммарно по всем элементам экономическим, по всем секторам экономики, у нас все равно был отток. Потому что мы, грубо говоря, не могли потратить на импорт инвестиционный, на оплату труда иностранных рабочих или какие-то еще операции, мы не могли потратить весь экспортный доход. Эта ситуация как бы отражает ту проблему, которая давно стоит перед экономистом, это то, что наши сбережения, они гораздо больше, чем наши накопления. То есть валовое сбережение в российской экономике, оно превосходит валовое накопление. И остаток, он инвестируется за рубеж. Сейчас мы видим некоторую картину, которая, может быть, с одной стороны воспринята как некоторое смягчение этой проблемы, а то, что сальдоактивно по текущим операциям у нас снижается. То есть у нас достаточно остается высокий экспорт, но растет импорт, растет выплаты по инвестиционным доходам, то есть обслуживание тех долгов, которые мы взяли раньше, оплата труда, там баланс по данным Центробанка. В принципе, это, с одной стороны, могло бы означать то, что у нас сближаются сбережения с накоплениями, но по ряду оценок, которые, на самом деле, сложно вывести в явном виде, там, скорее всего, идет просто переориентация потребления потребления с внутреннего на внешний, то есть рост потребительского импорта, и мы как бы наши доходы от экспорта тратим на увеличение, ну, это как бы в макро. Я так понимаю, что это в большой степени казуистика, это просто статистические данные, которые в один момент выглядят одним образом, в другой момент выглядят иначе, и мы озвучиваем то, что озвучиваем. Ну, в смысле, платежного баланса, ну, часто смотрят на чистый отток капитала, как непосредственно утекающие деньги. Это, возможно, отчасти верно, но просто нет ничего плохого в высоком притоке и в высоком оттоке, потому что иногда рассматривают это как разные вещи. То есть, например, приток капитала, то есть иностранные инвестиции к нам, часто идут с передачи технологий или с каких-то специалистов, по крайней мере, это такой традиционный макроэкономический взгляд на эту проблему. То есть иностранные деньги как бы лучше отечественных, несмотря на то, что отечественные при этом зато знают специфику рынка и при этом могут лучше оценивать риски. То есть пару лет назад даже считалось, что Китай не против сохранять высокий отток своего бизнеса, инвестирующего за рубеж, при этом добиваясь притока иностранного капитала в Китай, потому что иностранный капитал приходил с технологиями, а инвестиции, которые делали китайцы, они полностью оставляли свободными, разрешали им утекать за рубеж. Поэтому да, здесь очень много нюансов, и лучше смотреть как раз по месту. Именно конкретные географические места, ну и конкретные задачи, которые решает тот или иной инвестиционный капитал. Ну вообще да, мы же когда смотрим на макро, это же сборная солянка. Совершенно верно. Все сложили в кучу, посчитали, какой-то сальдо. Вот, например, ситуация первого квартала. Там очень сильно, несмотря на то, что был отток, который был сформирован российским банковским сектором преимущественно, там были очень сильно возросли объемы оборотов по небанковскому сектору. На самом деле это определяется всего одной единственной сделкой – покупка Роснефти ТНК-БП. Они заняли на внешнем рынке, они пустили British Petroleum к себе в капитал, как прямая инвестиция, это было отражено. И при этом они же купили, соответственно, выкупили этот ТНК-БП, который наверняка является каким-то офшором, то есть является зарубежной инвестицией российских компаний. По факту получилось то, что получилось. И, соответственно, по балансу там ноль. Но зато есть очень выросший оборот, поскольку там много пришло, и много, соответственно, ушло. Огромное спасибо, друзья. Мы сейчас прервемся. У нас новости на Финам.ФМ, а потом продолжим наш эфир. Ну что ж, давайте продолжим. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. В студии сегодня Артур Долгополов, эксперт экономической экспертной группы, и Михаил Хромов, ведущий эксперт Центра структурных исследований Института экономической политики имени Гайдара. Мы обсуждаем тему, как Россия конкурировать за инвестиционные деньги на мировом рынке. Ну, давайте в общих чертах более-менее понятно, я надеюсь, и для слушателей, и для тех, кто уже подготовлен, о чем идет речь. Значит, вопрос следующий. Вообще, ощущается это конкуренция за инвестиционные деньги? То есть, да, есть, условно говоря, развитые экономики, развивающие рынки. Артур вспомнил Китай как раз сейчас. Да, а мы, как известно, да, и Китай, Россия, и еще две страны входим в знаменитый БРИК. Вот мы можем быть конкурентами, потому что развивающимся рынкам нужны наверняка инвестиции для того, чтобы это развитие было более ощутимым. Кстати, чего сейчас, наверное, да, как раз и не хватает. Артур, нужно конкурировать за эти средства? Ну, как раз, судя по последним отчетам международных организаций, эта конкуренция, видимо, усиливается. И как раз, раз вы вспомнили БРИК, ООН периодически выпускает отчет World Investment Report, который любят читать экономисты. Он как раз недавно вышел, новый. И там есть такая штука, как опрос транснациональных корпораций с точки зрения того, в какие рынки вы считаете лучше всего инвестировать в ближайшее время. Для них более привлекательность. Наиболее интересно, да. И там, ну, при всей, как бы, при всем двояком отношении к опросам, как к источнику какой-то информации, там Россия обычно держится где-то между 20-ми и 10-ми местами, но среди БРИК мы традиционно последние. И это, наверное, не самый лучший сигнал. Плюс есть еще несколько исследований, которые, ну, не знаю, доверять им или не доверять, но некоторые экономисты считают, что в ближайшее время мы входим в такую фазу, в которой отдача этой инвестиции будет на довольно низком уровне по сравнению с недавними всплесками. И в этих условиях как раз конкуренция возрастает не только между развитыми и развивающимися рынками, но и, соответственно, между развитыми и развивающимися странами. А за счет чего, на что основывается эта статистика? Почему именно отдача от инвестиций будет снижаться? Вы знаете, одно из них было совсем безумным исследованием, которое взяло статистику за последние более 100 лет. То есть там данные есть еще до существования Советского Союза, и там еще есть Российская империя. Впечатляющее исследование, и, как они сами пишут, надо быть немного безумным, чтобы такое провести. Но там есть довольно детальный математический анализ, который указывает, что вот эти всплески высокой доходности, там 6%, 7%, это, ну, по крайней мере, не правило, а скорее исключение, просто они следовали один за другим. А сейчас, возможно, просто потенциал уже несколько исчерпан, пока не появится какой-то более прорывной идеи. Идеи. Идеи именно мировой, да? Мировой экономики. Трудно сказать. Или локальная какая-то идея тоже может быть. Настолько масштабная тема, что тут трудно что-то предсказывать, и я не берусь. Нет, предсказывать, упаси Боже, что называется, да? Конкуренция обостряется, Миш, как ты считаешь, за эти самые инвестиции? Ну, вот если опять-таки вернуться к БРИК, да, я посмотрел за последние годы статистику по притокам средств Международных фондов, инвестирующихся в эти страны, в принципе, если смотреть и по отношению к объёмам экономики, и по отношению друг к другу, Россия смотрится не так плохо. То есть там достаточно волатильный процесс, какие-то годы есть всплески, вот особенно после кризиса, когда активы подешевели. Последние два года действительно у нас не очень высокие объёмы по итогам года складываются, что, в принципе, косвенно отражается на динамике российского рынка, который последние года полтора-два в этом, можно сказать, стагнации находится, да? Потому что, опять-таки, с одной стороны, я говорил, да, что эти объёмы в общей величине трансграничных потоков, они не очень большие. Но для российского рынка, который, в принципе, не такой крупный, да, с точки зрения торгов, оборотов, они имеют значение достаточно решающе. И очень хорошо видно корреляции, как вот эта притока внешних денег, соответственно, к ростам и падениям нашего отечественного финансового рынка. По поводу конкуренции, действительно, она есть в том плане, что когда Россия находится в определённой группе стран, для, скажем, постороннего инвестора, всё равно, в какую страну инвестировать. То есть вот есть у нас там какие-то формальные показатели, там инвестиционный индекс, потолок, там, по мудис, по фичу, там, какой-то, какие-нибудь стандартные показатели, к какой группе стран относится Россия. Вот, соответственно, вот она в эту корзину попадает, и там дальше уже инвесторы смотрят, там, ну, там, Россия может нравиться, может не нравиться, там вспоминают уже какие-то другие. Ну, у любого, можно сказать, да, инвестиционного фонда, там есть некая стратегия, и там всё достаточно бюрократизировано. Да, вот выложено в эту вот группу, и с этой точки зрения я хотел бы отметить одно такое, может быть, не очень заметное, но важное явление. Всемирный банк недавно, ну, прошёл по новостям, он изменил классификацию России, переведя её в группу стран с высоким уровнем дохода. То есть это тоже формальный показатель, и это было достаточно по таким чисто статистическим причинам осуществлено. Вот, но с 2012 года, по данным Всемирного банка, Россия относится в верхнюю группу стран, то есть в группу стран с самым высоким уровнем дохода. Ну, она там понесла последнее дело на последних ролях пока, да, но вот бирочку изменили. И формально это как бы можно расследовать, рассматривать как то, что Всемирный банк перестал рассматривать Россию как развивающуюся страну. Потому что все остальные... То есть мы уже попали в кандидорию развитых. Да, потому что все остальные категории, это там низший средний доход, выше средний доход, совсем низкий доход, это то, что Всемирный банк и developing countries, то есть развивающиеся страны. А, кстати, вот этот параметр, да, по которому та или иная страна попадает либо в категорию развитых, либо развивающихся, он единый? Или есть некий набор этих параметров? Ну, в частности, там, я не знаю, рост ВВП, это тоже наверняка учитываю. Каждая международная организация делает это совершенно по-своему. Да, это такого общего принятого-то нет критерия. Вот Всемирный банк ориентируется на уровень дохода. То есть Всемирный банк даже не говорит, что это там developing или нет, это просто у них какая-то классификация. Но то, что мы попали в более высокую категорию, может быть, оно тоже как какой-то из многочисленных параметров сыграет при каких-то инвестиционных решениях для дальнейшего инвестирования. Сюда же, наверное, можно еще вспомнить пресловутые рейтинги, которые ведущие мировые рейтинги агентства присваивают экономикам. Три болейд. Ну да, я упоминал как раз, что рейтинги – это важно, но с рейтингами тоже интересно. Это же тоже формальный показатель. Я помню, например, как раз сейчас будет 10 лет, в октябре этого года, когда России впервые был присвоен рейтинг так называемого инвестиционного уровня. Вот как сейчас помню, это было где-то в начале октября 2003 года. Что было в конце октября 2003 года, тоже будет определенная дата, мне кажется, которая повлияла на инвестиционный климат никак не меньше. Поэтому какие-то формальные показатели они могут действительно отражать что-то. Но насколько они реально показывают благосостояние инвестиционную привлекательность активов в стране, это тоже большой вопрос. Согласен. Ну и тогда мы продолжим разговор в русле того, что как бороться-то, собственно, за инвестиции. Ну, очевидно, что конкуренция, судя по тому, о чем вы рассказывали, достаточно жесткая. Как бороться за инвестиции? Вот формальный подход такой. Опять-таки, не от нас все же зависит, какой рейтинг присвоит России рейтинговое агентство или что скажет по поводу России Всемирный банк, ну и так далее и тому подобное. Не совсем все-таки от нас зависит. Это во многом субъективные, наверное, достаточно взгляды. А что Россия может сделать с этой позицией? Вот Миша как раз заговорил о неком инвестиционном климате. Есть что-то какие-то в руках, так сказать, бразды? Ну, во-первых, пока мы не ушли от темы конкуренции, ну, среди БРИК Россия, естественно, выглядит как довольно неплохой рынок, но не стоит забывать, что у нас в основном капитале иностранные инвестиции не занимают, именно потоки иностранных инвестиций не занимают такую большую долю, как, например, реинвестирование прибыли. То есть в основном это запасы, которые уже есть у нас в виде инвестиций других компаний, которые просто выручку не забирают себе туда, а реинвестируют ее в производство здесь. То есть это, конечно, все равно конкуренция за деньги, но это скорее конкуренция среди тех, кто уже пришел сюда. А с точки зрения того, что мы можем сделать, ну, конечно, в международной организации у них обычно есть своя адженда, и у них есть какие-то собственные взгляды на экономику, но, скажем, тот же doing business, он все-таки довольно объективный, там тупо цифры. Сколько дней вам нужно на получение строительства, сколько денег вам нужно на это потратить, и тут это все-таки зависит от нас. С этим не поспоришь. Хотя, с другой стороны, да, тоже методы подсчета разные, да, эту цифру включили, эту выключили, тоже вещи такие. Ну, это как вся статистика. Да, любая статистика. Когда она на таком уровне выходит, уже очень много зависит от каких-то мелких решений. То есть внешняя методология, она совершенно одинаковая, а вот где-то там что-то поменяли. Что-то подкрутили, да. Товар представителей взяли, не тот. Да, 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 и вся картина изменилась абсолютно, да. Так вот, еще раз, вернемся к этому разговору. Как, что может сама Россия исключительно внутри инициировать, чтобы конкурентно способств свое повысить за инвестиционные деньги, ну и чтобы, естественно, инвестиции шли в Россию охотнее. Вы знаете, я боюсь просто начать говорить банальности, поэтому, может быть, Михаил лучше мне ответит, потому что у меня был как-то традиционный ответ на это, это улучшать деловой бизнес, деловой климат в стране. Без относительно того, это для иностранных инвесторов, не для иностранных инвесторов. Просто повышать... Ну, на то же, смотри, во многом я с тобой согласен, конечно, это банальность, потому что... Что такое банальность? Это фраза, повторяющаяся там из дня в день, из час в час, из года в год. Закрепленная в указах президента. Тем более, да, да, да. Я с тобой согласен. Но, учитывая, что повторяться-то она повторяется, а практически ничего не меняется, ну, придется об этом говорить еще неоднократно, наверное. Ну, да. Почему я просто боюсь уходить от этой банальности во что-то другое? Потому что альтернативой будет что-то вроде... Ну, знаете, была идея создания внутреннего офшора, не так давно. Есть идея создания инженерных центров, научно-технических парков, иноградов и всего прочего. И нельзя сказать, что все это совсем плохо. Плохо, да. Но просто еще в 97-м году, когда у нас вообще очень богатый опыт такого рода вещей, где-то 20 лет мы используем самые разные социальные механизмы для привлечения иностранного капитала. И в 97-м году у нас была очень интересная конструкция в Ингушетии, которая называлась «Зона экономического благоприятствования». Это была такая интересная попытка создать, по сути, внутренний офшор в Ингушетии. И когда интересным, мне здесь кажется то, как его закрыли. Где-то через год, когда его закрыли... Закрыли именно. Постановление правительства, в котором закрывали эту зону экономического благоприятствования, там есть один маленький параграф, в котором написано что-то, дословно не приведу, но не дословно это звучит примерно как, что далее считать нецелесообразным и создавать какие-то особые зоны, для того, чтобы привлекать иностранный капитал. То есть дело не в том, что здесь конкретно не получилось у нас, а в принципе это уже не нужно, да, и мы от этого отказываемся. Ну, речь шла, конечно, в основном именно об этой конструкции, внутреннего офшора, об особых экономических зонах, как их принято смотреть на них с 2005 года, о новых особых экономических зонах, там, конечно, речи не шло. Это что-то совсем другое. Ну, там еще ситуация была, 1997-1998 год. Совершенно верно. Это уже Северный Кавказ, да, не надо об этом забывать. Да, понятно, что это... Много очень факторов временной и географической, да. Ну, хорошо, мы можем говорить, да, что проблемы вот сиюминутные, а стратегическая-то, да, эта история могла бы иметь продолжение. Видишь, я прошу прощения, Артур, сейчас приведем все у нас новости и потом продолжим. Итак, друзья мои, сухой остаток на Финам.ФМ. Сегодня мы говорим о том, как Россия конкурировать за инвестиционные деньги на мировом рынке. В студии Артур Долгополов, эксперт экономической экспертной группы и Михаил Хромов, ведущий эксперт Центра структурных исследований Института экономической политики имени Гайдара. Что ж, продолжим. Очень интересная беседа. И оказывается, да, как Артур красочно изложил, у нас опыт-то был, и опыт достаточно давний уже, да. Мы в этом деле не новички, но, к сожалению, пока результат только не видим. Миш, продолжим, пожалуйста. Вопрос о конкуренции. Опять-таки, мне кажется, надо сказать, что здесь не вопрос в том, что за иностранные деньги мы конкурируем, за свои. Просто, если мы опять-таки посмотрим, у нас отток капитала в основном генерируется российскими компаниями. То есть там первый факт, да, что у нас текущий год – это отток капитала российский банковский сектор. В основном это наращивание иностранных активов, то ли там игра против рубля, то ли просто то, что они считают более эффективными в краткосрочном плане вложения именно в зарубежные банки. Соответственно, это выбор российских банков, которые не находят соответствующего применения своим ресурсам внутри страны. Второй пункт, который я обратил внимание где-то, наверное, год назад и продолжаю отслеживать, это то, что если мы возьмем счета российских предприятий в российских же банках, большая их часть – это срочные депозиты. То есть там больше 50% средств предприятий в российских банках, это не расчетные счета, то есть оборот в экономике, а средства, выведенные из оборота на какой-то срок. Причем там очень большая часть – это средства, выведенные на срок свыше года. То есть даже сами предприятия российские… Зарабатывают просто, да? …в массе. Они, ну, опять-таки, тут надо смотреть на отраслевую структуру, можно какие-то кейс-стадии смотреть, все знают про Сургут-нефтегаз, у которого там триллион на счетах лежит. Но это только этим не исчерпывается. Все равно получается, что достаточно много компаний находят более эффективно просто отложить деньги на банковский депозит на какой-то срок, чем пускать это в обороты, расширять обороты или инвестиции, или что-то. То есть здесь вопрос не только именно в иностранных деньгах, а вопрос именно просто действительно в климате, видимо, ну, может быть, не в климате, может быть, как бы… В инвестиционном, надо уточнить. Климат у нас неплохой сейчас, как показывается. В инвестиционных условиях это достаточно широкое понятие, которое не позволяет предпринимателям разного уровня как бы расширять производство здесь. То есть в целом мы говорим об инвестиционном климате, инвестиционных условиях. Широкое понятие, я, безусловно, с вами согласен, но, Артур, видимо, опять придется говорить о банальных вещах. Нужно все же попытаться сейчас дать, но если не определение, то, по крайней мере, как структурировать. Вот что в нашем или в вашем, как профессионалов, представлении «Есть инвестиционный климат»? Вот чтобы это звучало, да, не просто как какая-то, так сказать, эфемерная фраза, ну, тоже достаточно набившая оскомину, а за что-то потрогать руками можно было. Вот что такое «Есть инвестиционный климат»? Ну, действительно, надо попытаться как-то четко это определить. Ну, вероятно, это набор макроэкономических и инвестиционных условий, в которых вынуждены существовать инвесторы, когда они инвестируют деньги в нашу экономику. То есть, скажем, есть такой малоизвестный сборник, который выпускает МВФ из года в год. Там есть все режимы контроля за движением капитала, которые есть в каждой стране, где-то из 180-200, в общем, почти для всех стран, которые они смогли найти, они его публикуют ежегодно. А раньше, когда я был студентом, его достать было нельзя, он стоил 200 баксов, а для меня это было много. А сейчас его можно найти в интернете, он есть. И там есть список ограничений, в том числе и для России. И вот эти вот ограничения, то, что называется capital controls, это в том числе как раз традиционное понимание инвестиционного климата. Эти ограничения сама Россия для себя выбрала, или это ограничения сторонние? Нет, это наши ограничения. Это нормально, все страны так или иначе прибегают к этому. Это просто легкое корректирование инвестиционных потоков в какой-то определенный сектор. Например, у нас есть закон о стратегических отраслях. Нельзя инвестировать в стратегические отрасли. Его корректировали, оттуда убирали определенные стратегические отрасли. Это вот capital controls, один из традиционных видов. Вот это один из традиционных примеров инвестиционного климата. Смотри, вот он сильно отличается, если опять мы попытаемся сравнить подобный механизм российский с странами БРИК, или с развитыми странами, точнее. Он сильно отличается. Конкретно capital controls нет, хотя нам регулярно советуют изменить тот же самый закон о стратегических отраслях, но там ничего такого ужасно страшного нет. С другой стороны, то, что касается непосредственно делового климата, то есть национальных условий, в которых действуют инвесторы, когда они уже инвестировали, там все не так приятно. Тот же doing business – это достаточно такой объективный показатель. Формально вообще у нас потоки капитала либерализированы то ли с 2006, то ли с 2007 года, когда был принят закон о валютном контроле в его нынешней редакции. Формально, я подчеркнул, да? Да, я сказал формально, потому что это какие-то основные показатели. И, в принципе, во многом именно этому мы обязаны буму 2006-2007 годов, когда, с одной стороны, при достаточно стабильном и декларируемом стабильном обменном курсе, у нас сохранялись внутренние высокие процентные ставки, и когда мы ослабили контроль за притоком капитала, соответственно, достаточно много и спекулятивного капитала, и какого-то краткосрочного пошло в российскую финансовую систему. Если возвращаться к вопросу о инвестиционном климате, надо вернуться для тех зрителей, слушателей, которые, как бы САЗОВ, да, что такое инвестиция? Инвестиция есть, привлекательность инвестиции, да, она грубо оценивается тремя параметрами. Это ее доходность, ее ликвидность и риски с ней связаны. То есть доходность – это сколько мы получим денег в результате, ликвидность – как оперативно и с какими потерями мы сможем от нее избавиться, если она нам не понравится, а риски – что с ней может случиться страшного. Поэтому с точки зрения доходности у нас рынок вполне привлекательный. То есть он был очень привлекательным перед кризисом 2008 года, во многом благодаря валютной политике, ну, если не гарантировающей стабильности рубля, то, по крайней мере, обеспечивающей ее власти. Ну, и плюс высокие ставки, да, о которых ты сказал. Да, высокие пределы, да, и высокие ставки. Спекулянт шел, да. Да, сейчас у нас высокие ставки сохраняются, чуть менее гарантирована стабильность курса. Это тоже мы видим последние. Да, поэтому на краткосрочных, краткосрочный капитал к нам уже идет не так охотно, да, но в среднесрочном плане все равно мы видим, что курс достаточно стабильный остается, да, то есть мы об этих девальвациях говорим каждые полгода. Примерно одно и то же время, да? Да, а номинальные показатели того же рубля к доллару, они все все те же. Совершенно верно. То 32, то 33. Да, вокруг одного и того же. Да, то вверх, то вниз. Поэтому среднесрочным инвесторам, да, это как бы не очень сильно на них должно влиять, по идее, да. Тут вопросы более серьезные, вопросы с ликвидностью и с рисками. С ликвидностью у нас обороты финансового рынка достаточно все-таки маленькие в мировом. Да, в мировом понимании и какие-то серьезные там выходы из каких-то там бумаг или каких-то активов, они могут привести достаточно сильным последствиям для цен. Ну, то есть там, не скажу, не будут пугать там обрушить или что-то, да. Конечно, ну, волатильность такое слово. Да, волатильность будет. Конечно. Вот. А второй пункт – это риски. Конечно, риски не сколько финансовые, а сколько институциональные, связанные как и с высоким уровнем там монополизации в разных секторах, да, и с неопределенностью судебной системы, вот. Ну, это вот то, что Артур хотел, побоялся назвать банальностями, да. И все эти вопросы, конечно, надо решать, если мы уже движемся там по пути в цивилизованное общество и уже находимся на уровне развитых стран, да, по уровню дохода. Совершенно. По некоторым версиям. Да, по версии Всемирного банка, да. И как бы планируем после вступления в ИТО вступать в ОСР, где тоже надо будет выполнить ряд условий, ряд конвенций заключить, да, которые как раз в принципе и направлены на некоторое забалансирование нашего внутренних процедур, да, по ряду направлений, да, с теми, которые приняты в странных членах. Вот. То есть само членство ОСР, оно, например, конечно, нам поставит галочку какую-то, да, что у нас страна станет. Но страна от этого не станет лучше. Конечно. Вот, но она может немножко подвинуться на этом пути, если мы будем соответствующим образом модернизировать наши институты, нашу там, соответственно, судебную систему, наше какое-то там антимонопольное регулирование. Вот. Но здесь опять-таки какого-то такого рецепта, что вот сделайте это, и завтра вы будете жить хорошо, оно, естественно, нет. Надо просто постепенно выстраивать работу по большому спектру направлений, чем, в принципе, постоянно занимаются, да, но как-то вот идет медленно. Возвращаясь, да, к возможным, я бы сказал так, к возможным способам изменить, ну, не очень оптимистичную ситуацию экономическую в России. Мы говорим о том, да, что вот ВВП, ну, если не падает, то уж не растет, по крайней мере, да, и по многим секторам замедления экономики второй квартал это подтверждает опять. И, соответственно, да, вот в поисках решений, как из этой истории выйти, мы традиционно смотрим, да, либо существуют внешние факторы привлечения инвестиций, или, точнее, ситуация сложится таким образом, да, что иностранный инвестор с удовольствием поет в Россию, ну, и причины вы, в принципе, уже назвали. А есть, наверное, да, и опять вспоминал Артур о Китае, есть некие внутренние резервы, да, каждый экономик ищет, так сказать, внутренние резервы за счет внутреннего спроса, да, для того, чтобы эту ситуацию изменить. Вот в России есть этот самый, ну, я не хочу сказать внутренний спрос, а есть надежда на то, что, да, именно внутри российской экономики мы можем найти какие-то драйвели для роста? Артур. Ну, вы знаете, что сейчас идет довольно активный поиск в правительстве каких-то механизмов ускорения экономического роста, это такая тема, которая у всех на слуху где-то последний год, ну, по крайней мере, их ищут. Ищут. То есть, я не могу назвать что-то такое вполне конкретное, но, да, например, международные организации нам активно приводят в пример успех Пулкова как государственного частного партнерства. Это один из путей. Наверное, да, как в любой экономике всегда есть... Ну, то есть, некие инфраструктурные проекты, как принято говорить в таких случаях, они могут, да, создать этот эффект внутреннего развития. Ну, то, что принято назвать боттлнекс, да, инфраструктурный боттлнекс, то, где нужно решить узкие места, которые не позволяют компаниям развиваться с быстрыми темпами. Да. Вот отсюда примеры какие-то можешь еще привести? Что может действительно дать толчок для роста внутри России? Ну, опять-таки, да, вопрос сложный, потому что, в принципе, внутренний спрос, он у нас есть, мы же, как бы, каждый день регулярно, да, питаемся, потребляем, там, строим, это же не стоит на месте. Безусловно, но, учитывая, опять, статистику, да, цифры, так сказать, сухие, этого, видимо, недостаточно, вот внутренний спрос не поддерживает. Да, вопрос, опять-таки, как бы, в том, насколько наша экономика, да, если мы берем все вместе, она отзывается на какие-то внешние импульсы. Внешний импульс? Ну, внешний для экономики. То есть, это может быть, да, и там, рост кредитования, там, да, и рост госрасходов, и придок иностранного капитала, что, как бы, увеличивает объем потенциального спроса, да, потенциальных расходов, там, инфекционных или потребительских. У нас, как бы, вот за последние, там, ну, скажем, 10-15 лет, да, та структура, которая сложилась на макроуровне, она не очень оптимистична. Она говорит о том, что экономика достаточно вяло отзывается на резкий рост спроса, резкий рост, там, кредитования. Если мы возьмем... Кстати, можно говорить, да, что последние несколько месяцев у нас есть, ну, или полгода, может быть, да, есть резкий рост кредитования или резкий рост спроса, ну, как минимум, вот в потребительском. Нет, кредитования у нас сейчас нет резкого спроса, у нас идет замедление потребительского кредитования, то есть, у нас пик мы прошли летом прошлого года, когда годовые темпы роста задолженности достигали, там, 40-42%, вот, сейчас это где-то 35% в год растет кредитный портфель, и это уже уменьшились темпы выдачи новых кредитов по отношению к товарообороту. То есть, опять-таки, рекорд был во втором квартале прошлого года, когда свыше четверти товарооборот обеспечивалось кредитом банковским. Я хочу вернуться к тому, что если мы посмотрим на, что на валовый внутренний продукт, да, что там на какие-то комбинации на макро-ровне, да, или нет, валовый доход, там внутренний спрос за вычетом, да, экспорта с добавкой импорта, мы видим, что номинальный прирост ежегодный, который мы наблюдаем, он в большей степени обеспечивается приростом цен, чем приростом выпуска внутреннего производства. То есть, если мы берем внутренний спрос, там большая часть – это прирост цен, потом еще значительная часть – это прирост импорта, совсем маленький кусочек, где-то порядка четверти – это прирост именно внутреннего производства. Еще более удручающая картина по результатам 2012 года – это прирост госрасходов. Если мы посмотрим такой элемент ВВП, как… Ниш, прерыву тебя на секунду, удручающую картину, после новостей мы услышим, сейчас новости на Финам. Ну что ж, друзья мои, последняя часть нашего эфира – сухой остаток на Финам.ФМ. Сегодня мы ищем с вами возможности конкурировать нашей любимой отчизне, стране на мировых рынках за инвестиционные деньги, за приток инвестиций, ну и способы решить эту проблему изнутри тоже обсуждаем, естественно. Напомню, что в студии сегодня Артур Долгополов – эксперт экономической экспертной группы и Михаил Хромов – ведущий эксперт Центра структурных исследований Института экономической политики имени Гайдара. Миш, продолжим, да, и так мы говорили… Да, продолжим мысль. Если мы возьмем официальную статистику, Росстатовскую, да, которая описывает увеличение расходов на потребление за счет государства, да, потребление за счет, потребительские расходы государственного сектора. В 2012 году они выросли на 16%, и весь этот рост ушел в рост цен, то есть рост физобъема не было. То есть фактически это означает, что госстимулирование экономики, оно в данный момент практически невозможно, потому что оно все идет в рост цен. Вполне возможно, что, к сожалению, Росстат не дает картину по инвестициям, то есть он не дает разбивку подробную, как влияют инвестиции за счет частных и за счет государств, насколько там эффективность вот эта вот. Вот возможно, она именно в инвестиционной спектре, в сегменте, она немножко лучше для государственных расходов на инвестиции, но все равно факт остается фактом, что у нас номинальное увеличение расходов больше ведет к росту цен, чем к росту физического. Смотри, это специфика российской экономики или это вот в какой-то определенный момент, да, экономика любая дошла до такого предела, что вот эта картина. Нет, это как раз специфика российской экономики, потому что вот в нашем центре проводились исследования, сравнивали структуры, как бы Америка, Китай и Россия. И для России этот результат был наихудший, причем это не один год, это вот за последние 10-12 лет. Такая вот достаточно устойчивая картина сохраняется. Поэтому это опять возвращается, что вот все эти формальные показатели, с которых мы начинали, там, уровень доходов, какие-то рейтинги, да, они, конечно, дают более-менее нормальную формальную картинку, да, что у нас страна где-то такая вот уже почти неразвивающаяся, уже почти развита. Середнячок такой. Да, вот, уже даже выше, чем середнячок. Вот, но вот достаточно много внутренних проблем, институциональных ограничений, которые не позволяют эффективно использовать как что внутренние финансовые ресурсы, да, что притекающие инвестиции извне. И опять-таки, вот придется, говоря словами Артура, да, уйти в банальщину и смотреть уже, не просто улучшать, да, инвестиционный климат, а смотреть, что именно в этом вот надо делать, чтобы немножко улучшить ситуацию. Еще я попрошу вас поговорить о специфике российской экономики, но с какой точки зрения. Очевидно, что мы периодически, да, делаем на этот акцент. Многие вещи в России связаны непосредственно с ценами на сырье или, в в частности, ценами на нефть. Тем не менее, в последнее время все-таки эта жесткая корреляция, она становится не такой очевидной, а порой мы видим и раскорреляцию. Ну, если говорить о относительно высоких ценах на нефть и, тем не менее, невозможности, да, показывать России валовый внутренний продукт, да, в той динамике, которой это было бы возможно раньше. И падение фондового рынка, который тоже цен на нефть уже не поддержит. Что происходит? Меняется какая-то глобальная квартира, Артур, как ты думаешь? Или это, я не знаю, там, временные факторы, какие-то локальные проблемы? Ну, если вы имеете в виду просто зависимость нашей экономики и ее корреляцию, ее динамики с ценами на нефть, то там принципиально ничего пока не изменилось. В смысле, мы все еще довольно существенно зависимы от него, даже с точки зрения того же валютного курса. Я к тому, что цена на нефть высокая, но мы-то не растем. Раньше мы росли. Ну, тут есть много факторов. Опять же, есть бюджет, который нам нужно каким-то образом в ближайшее время закрыть. И там есть довольно много новых статей, в том числе связанных с теми же указами президента, которые трудно сделать, просто не добавив туда каким-то образом деньги, которые взять непонятно откуда. Поэтому... В основном это статьи, связанные с социальными какими-то расходами, видимо. И это тоже, да. Поэтому цена на нефть все еще существенно на нас влияет, в том числе на просто факт, на бюджет хотя бы. Я хотел бы добавить, что у нас, наверное, больше влияет не уровень цены, а ее динамика. Потому что налогообложение у нас так устроено, что государство изымает практически весь излишек, всю прибыль дополнительную. Ну, если не брать там внимание льготы, там уровень налогового администрирования, если тупо взять формулу, просто взять формулу как там по НДПИ, по экспортной пошлине, там будет чуть ли не стопроцентное изъятие дополнительной прибыли. Сверх какой-то... Цена выросла на доллар. Соответственно, там где-то на 95 центов должно увеличиться налоги. То есть, с этой точки зрения цена, которая просто фиксирована, она вообще не влияет. Практически она фиксирована. Последние полгода там узкий коридор, там 100-106 долларов. Там действительно это уже относится на доходы государства, потому что если при 80 долларах оно соберет гораздо меньше налогов и экспортных пошлин, чем при 110. А то, что остается как бы в распоряжении компании, это достаточно будет в сумме фиксировано. Вопрос в том, что цена прирастущей нефти, то есть прирастущей нефти, компаниям удается как бы перенести. Они платят налоги еще по предыдущим уровням. То есть, они платят налоги, скажем, установленные при цене 80, а цена уже ушла в 90. Когда цена фиксируется или идет там вверх-вниз, нефтяные компании, они этого бонуса лишены. То есть, они вот как вчера была 100 налоговую пошлину установили, так она и завтра будет 100. И поэтому в этом смысле у нас как бы вот некоторые стагнации, может быть, тоже с этим фактором связаны. Способ решения этой проблемы, может быть, опять внутри мы можем найти, да, каким-то образом изменить налогообложение, допустим, компаний-экспортеров. Ну, тут уже вопрос, да, насколько вообще нам нужна такая система. То есть, у меня, конечно, есть и плюсы, есть и минусы какие-то, да. Но с точки зрения роста ВВП, вообще-то, если опять-таки по-хорошему говорить, уровень цен влиять не должен. Потому что рост ВВП – это рост физических объемов выпуска. И непосредственно нефтяной сектор сейчас, по-моему, у нас даже, по-моему, не наращивает добычу. Там от цены это сильно не зависит. То есть, от цены зависит просто доход государства плюс ту прибыль, которую компании могут себе оставить за счет дифференциала между экспортными пошлинами, той цене, когда они установлены, и той цене, по которой они уплачиваются. Вот. И это уже потом просачивается в экономику, либо дополнительно в росте госрасходов, повышения благосостояния пенсионеров, например, да, или каких-то проектов, или еще чего-то. Непосредственно прямое воздействие цены, оно фактически минимизирует. Я понял. Ну и в разговоре о нефтяном рынке хотелось еще ваше мнение услышать по поводу российского фондового рынка. В конечном итоге ведь тоже наверняка очевидно, что львиная часть голубых фишек, как минимум, да, львиная часть всей компании, которая ходит и в индекс ММВБ, и в индекс МФДС, это те же самые добывающие, да, или перерабатывающие компании. То есть, нефтянка. Ну, там много, там банки есть, ВТБ, Сбербанк. Еще? И еще какой? По-моему, там полтора банка еще копировали. Еще полтора есть, да. Да, Возрождение и Банк Москвы, что ли? Но там обороты минимальные. Минимальные, к сожалению. Ну, так вот, зависимость, опять-таки, да, цен на нефть и то, как чувствует себя наш российский фондовый рынок, тоже наверняка присутствует, да, эта зависимость, это наверняка читается. Вот что вы можете сказать по этому поводу, ну, говоря о некой динамике, да, ближайшей, там, среднесрочной динамики, в нефтяных котировках и ожиданий событий на российском рынке, Артур? Ну, вы знаете, я всегда боялся фондового рынка и предсказаний на нем, как огня, особенно технического анализа, сказал я в студии Финам. Ну, просто, да, зависимость есть с нефтью, и вторая часть, соответственно, это инстанциональные извинения. Вот в сумме у вас получается результующая динамика. С точки зрения первой, трудно что-то сказать, потому что я всегда считал, что это почти полностью случайное блуждание. Когда-то в интернете была даже игра, там ввешали… Первая это что? Нефть. Нефть. Ну, когда-то в интернете была игра, вам вешали график нефти, динамику за последний где-то месяц, и второй график это случайное блуждание, рэндом блок, и вам нужно было определить, какой из них что. У меня никогда не получалось. Второе – это инстанциональные изменения. Здесь мне просто как специалисту по структурным реформам говорить проще, здесь, возможно, будут какие-то изменения в ближайшее время, просто потому что постоянно что-то происходит. Например, возможно, наконец решат проблему с реализационным сбором, которые должны были решить еще в начале недели, но, возможно, наконец что-то с этим произойдет. Я понял, я понял. Миша. Ну, опять-таки, самое хорошее для таких процессов, как курс, цена до нефти… Курс рубля ты имеешь в виду? Да, курс рубля, финансовый рынок, как говорят эксперты, которые хорошо знают, вот есть теханализ, лучшее предсказание – это сегодняшняя точка. То есть вот все, что блуждает как-то вот вверх-вниз… Сегодняшнее закрытие, да? Да, сегодняшнее закрытие, вот оно где-то будет так. Конечно, там есть много факторов, как закрылся американский рынок, как открылся азиатский, это все какие-то вот случайные колебания. Но в целом, как добавить оптимизма немножко, оптимизм, наверное, может быть в том, что у нас сейчас вот по глубым фишкам, если мы посмотрим, у нас достаточно низкая стоимость по основным всем котирующимся акциям. То есть у нас там чуть ли… Ну, то есть они стоят, да, достаточно низко, уже на уровнях восьмого года многие, да, тот же самый «Газпром» там 110 рублей стоит, но вот… То есть там Сбербанк чуть ли не капитал стоит, хотя там до кризиса он шел, как там несколько капиталов. Вот, поэтому это может быть, может обнадеживать тому, что вот наконец-то найдется достаточное количество инвекторов, которые захотят на этих вот условных минимумах… По этой причине, да, потому что очень дешево, значит, надо покупать, да. Ничего другое, кстати, они смотреть не будут, ни инвестиционный климат они не будут смотреть, ни какую-то, да, макроэкономическую… Да, просто потому что когда-то это должно будет отрасти до какого-то более-менее объяснимого, да, приемлемого уровня. Вот, может быть, оно еще немножко просеет, потом отрастет. Ну, это вот для тех, кто занимается ежедневно на рынке, да, они сами знают, что им советовать, да, а для тех, кто каким-то среднесрочным… Ну, взаимосвязь, тем не менее, с ценниками на нефть и с российским фондом рынка, она все-таки прослеживается. Нет, она, естественно, есть, потому что, как бы, да, все знают, что нефть – это один из товаров российского экспорта, да, один из главных источников благополучия российского бюджета, поэтому когда общий такой, общий экономический настрой, он, конечно, зависит от цены на нефть, и поэтому, как бы, финансовый рынок тут никуда не уйти. Там, конечно, в какие-то моменты это может быть не впрямую проявляться, да, вот, но курс очень хорошо реагирует, да, что вот, как что в прошлом году была эта мини-девальвация, мая-июнь, да, на ценах на нефть. Примерно, да, то же самое мы видим. Да, что сейчас цены, когда нефть собирается пробивать 100 вниз, да, рубль собирается дойти до 34. Согласен, согласен. Ну что ж, спасибо, спасибо огромное. Время эфира наше заканчивается. Уважаемые слушатели, я напомню, сегодня в студии «Сухого остатка» были Артур Долгополов, эксперт экономической экспертной группы. Спасибо, Артур, за то, что нашел время. И Михаил Хромов, ведущий эксперт Центра структурных исследований Института экономической политики имени Гайдара. Спасибо, Михаил. Спасибо. Уважаемые слушатели, спасибо вам за внимание, всего хорошего, как всегда, увидимся завтра, всего доброго.